Субтитры делал DimaTorzok Пропавший без вести, как герой войны Что он от нас хочет? Пожить у нас немножко Да я... Значит так, папочка, дело в том, что я привыкла, что я круглая сирота И менять своих привычек из-за вашей прихоти не собираюсь Я понятно излагаю? Понятно, а чего же не понять? Тогда торжественный вечер объявляю закрытым И почетный гость покидает помещение Папа! Леонид Иванович, подождите! Вы не расстраивайтесь, вы очень хороший человек Я даже завидую Вилке, что у нее такой папа У меня и такого нет Вы знаете, Вилка, она просто растерялась Понимаешь, дочка, она выгнала меня А я только хотел ей объяснить, почему меня так долго не было в этом мире Вот и все Вы должны вернуться и все ей рассказать Про Азовское море, про врачей Нет, нет, сейчас она не будет меня слушать Тогда скажите, где вас найти? А? Ой, лучше напишите мне А то вдруг я опять забуду Хорошо Я напишу Я напишу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Послал кассету «Металлики» с новым ритмическим рисунком. Молчат. Не втыкают. В музыке великая депрессия. Слушай, Стук, у меня в последнее время такое ощущение, что вокруг меня одни психи. Слушай, мне бриды по мылу прислали барабанную партитуру средневековой казни. Хо послушать? Нет, спасибо. Первая композиция называется «Чу». Ведут. Вы, наверное, Виола. Да, здравствуйте, проходите. Привет, Вилка. Привет. Это я попросила меня так называть. Ну, Настя в полном восторге от ваших занятий. И так сильно изменилась, я даже не узнаю улыбки собственной дочери. Ну, я здесь ни при чем. Настя сама молодец. Настя молодец, а бабушка ее совсем затиранила. Меня дома почти не бывает, ну и мама взяла бразды правления в свои руки. Ничего, теперь все будет по-другому. Настя теперь сама кому угодно может дать отпор. Это что-то волшебное. Я вчера попробовала на одном из членов нашего совета директоров. Я теперь и коллегам своим расскажу. Представляю себе, как взлетят наши показатели в этом месяце. И все благодаря вам. Ну что вы, сделала домашнее задание? Да. Еще минуточку. У меня есть подруга. Я напишу ее телефон. У нее девочка, подросток, ну и репетиторы у них практически не задерживаются. Я подумала, может быть вы найдете с Викой общий язык. Я не знаю, у меня много учеников. Они платят тысячу в месяц. Простите, тысячу чего? Ну долларов, конечно, дорогая моя. Сумеете продержаться больше месяца, увеличить зарплату вдвое. Тогда давайте. Маму зовут Альбина. Альбина Соловьева. Она будет ждать вашего звонка. Спасибо. который живет на побережье, передает музыкальный привет своей дочери, Таракановой, Виоле Ленинидовой. И мы с огромным удовольствием передаем для нее песню Александра Барыкина «Я буду долго гнать велосипед». Я буду долго гнать велосипед, В глухих лугах его оставлю. Нарву цветок и подарю букет Той девушке, которую люблю. Алло. Алло, Тома. Здрасте, это Попов. Как мило, что вы позвонили. Девочка полтора часа простояла на улице, насквозь промерзла. Я вам все объясню при встрече. Я уверен, вы меня поймете. Не надо встречаться и ничего объяснять. Я все про вас поняла. Такой урок ни в какой школе не получишь. Теперь Кристина будет знать, что никому нельзя верить. Кристина. Да. А в чем дело? Что? Что? Что случилось? Вы плачете? Вам плохо? Мне очень плохо, Тома. Очень. А что с вами? Мы можем встретиться. Где вам удобно? Около Булушной. Где вы меня сбили, хорошо? Через час. Кто звонил? Маньяк. И, по-моему, ему очень плохо. Алло, здравствуйте. Меня зовут Виола Тараканова. Мне ваш телефон дала мама Насте. Вот по поводу английского. Да, я учитель. За городом. Ой. Ну, хорошо, диктуйте адрес. Ага. Ага. Сегодня? Ну, давайте попробуем. Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне неловко, Тома, что вы видите меня в таком состоянии, но я надеюсь, что вы меня простите. Я никому никогда не рассказывал, но с вами я хочу поделиться этой историей. Дело в том, что я не всегда был таким, таким, ну, в общем, таким, каким вы меня увидели. Я был женат, у меня была дочь. Женат? А где они сейчас? Они погибли. Простите меня, простите. Погибли, но я где-то в глубине души, я продолжаю надеяться, что произошла ошибка, и что случится что-то, и они вновь вернутся в мою жизнь. Мне так жаль. Вчера утром мне позвонил знакомый и сказал, что у нее есть сведения о моей дочери. Она жива? Нет. То есть я, я не знаю. Понимаете, ее похитили. Почти уже год прошел. Кажется, еще одна разрушенная надежда. Вы не приехали, потому что искали дочь, да? Ну да, именно поэтому, именно поэтому я и не приехал. Вы меня извините. Нет, нет, ну что вы это, вы меня простите, я, я вам сочувствую и... Это вы меня извините. Я слишком долго позволял себе жить в прошлом, не замечая того, что жизнь продолжается. И, может быть, я еще кому-то могу быть нужен. Ну, конечно, нужны. Вы так думаете? Ну, несомненно. А знаете что? Я вас приглашаю в гости. И мы, и вы разом со всеми познакомитесь. Идемте. Идемте. Вы к кому? У меня здесь свидание. У нас здесь элитный поселок. Не могли бы вы назначить свидание в другом месте? Понял. Не заводится, командир. Что с ней будешь делать? Да. Слушай, нас по суд. Девка въехала на территорию поселка. Ты что, думаешь, что если девчонка влезла к тебе в машину, что теперь все, конец света? Думай, что ты делаешь на самом деле. Еще, если тебе нужна доза, то будь добр, найди эту девушку, а не занимайся всякой. Ты меня понял? Давай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Торзок Пустили, я вот думаю, если Виола найдет твоего папу и моих родственников, нам же придется вернуться домой. А я была бы рада, если бы нашелся мой папа. А как же, Феня, дома с Виолой вечно нет дома, кто за ней будет следить? Я об этом не подумала. Может, папа разрешит у нее с собой забрать? Ой, про себя-то я ничего не скажу. Может, у меня трое детей, мне совсем не до собак будет, или у меня вообще дома нет. Ну, тогда я тебя к себе жить заберу. Ну, не думай, что я напрашиваюсь. Напрашиваешься, напрашиваешься. Да ладно. Ты слышишь? Что? Там как будто ребенок плачет. Это в помойке. Тут котенок. Иди сюда, маленький, иди сюда. Ой, держи. Ой, котенок. К�енок, украшла,ation, HIしま. У меня да Ну, я тоже... Это привет子ик 태фор. Попробуй меня сюда. Да я вылезти не могу! Уходите. Кристина, Вера, у нас гость. Похоже, никого нет дома. А? Да. Наверное, с собакой гуляют. Входите. Здрасте! Что? Вы Виола? А, да. Здравствуйте, я Альбина. Мама Вики. Заходите. Вика вас уже ждет. Ой, Жуков опрыскиваю, одолею совсем. Оставьте здесь велосипед. Может быть, сначала к чаю или кофе? Нет, спасибо. Я лучше сразу познакомлюсь с Викой. Хорошо. Надеюсь, она уже проснулась, оделась и почистила зубы. Вика! А это наша экономка. Здравствуйте. Здрасьте. Здрасьте. Да, вы знаете, у нас такое горе. Сестра моего мужа погибла в автомобильной катастрофе. Да, такое несчастье. Вера, Верочка, ты еще здесь или нет тебя? Да здесь я, отсюда нет шансов спуститься. Отсюда без шансов вылезти, и воняет шуть. Ты хоть на свежем воздухе зови на помощь, тебя скорее услышат. Согласна! Но только тут нет никого! Помогите! Помогите кто-нибудь! Помогите! 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 Помогите слезть! Чей ты там делается? Да я котенка хотел снять с дерева. Ну и сняли! Не совсем! В следующий раз молчи лучше, ладно? Хорошо! Помогите! Верочкина машина врезалась в дерево и взорвалась. Здрасте! Это мой брат Антон. Здрасте! Верочка? А вы ее знали? Нет, просто очень похоже на одну мою знакомую. Ее тоже зовут Вера. А может мне лучше прийти в другой раз? Нет, нет, что вы! Вы нам нужны как никогда. Это мой муж Никита. Нам совершенно некогда заниматься Викой. А вот и она. Доброе утро! Доброе! Вика, познакомься. Это Виола. Она будет заниматься с тобой английским языком. Мне не нужны репетиторы. Мне лучше знать, я все-таки твоя мама. Я не знаю, найдете вы контакт с этой девчонкой или нет. Я не робот, чтобы находить со мной контакт. Слушай, а может мы тогда лучше просто поболтаем? Ты мне расскажешь, чем ты живешь. Не делайте вид, что вам это интересно. Вы же за это деньги получаете. Вика! Деньги, это конечно очень хорошо, но я их пока не получила. Занятия-то еще не начались. Мне действительно интересно, чем ты занимаешься. Да? Хочется вам верить. Пойдемте, кое-что покажу. Круто! Просто центр управления полетами. Угу. Можно? Угу. Выделенка? Да. Клево. Я сервак разогнала. С особым доступом. Хочешь, чего-нибудь взломаем? Да не, не надо. Не надо. Не боись, у меня айпи переменный, ни она защита не считывает. Если что, сервак сожжем. Я ее каждый месяц меняю. Да? Угу. Ну, тогда можно я сама? Конечно. ... Хотите еще чаю? Нет, спасибо. Достаточно. Мг. Угу. М... Хм... ...хм... ...хм... А я бы вас колбасой угостила, да стук всё съел. Собака? Нет, сосед стукач. Что, стучит? Постоянно. Это у него хобби такое. Вот ведь. За такое в морду бьют. В смысле? Ну, в смысле, ну, по лицу. А соседи пробовали, а он на следующий день опять за своё стучит и стучит. Забаррикадировал дверь и общается с внешним миром через наше окно. Какой неприятный тип. Зато человек хороший. Вилкин друг. Это у него идейное. С самого детства. А мы его поддерживаем. Да? Да. Слышите? Стучит. Вы в этом смысле? Ну, да. Ну, надо же, а. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, Куприн Олег Георгиевич. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага, так. С 1963 года рождения. Окончил высшую школу милиции. Работал в отделе по борьбе с наркотиками, но был смещен за оскорбление вышестоящего офицера. Ммм, характер у нас действительно скверный товарищ Куприн. Так, семейное положение разведен. Так, участвовал в экспедиции на Эльбрус, мастер спорта по подводной рыбалке, увлечению йогой, особые приметы, шрам на ягодице в виде молнии, отключевых предметов. Тоже мне Гарри Поттер. Ага, высокий интеллект. Ага, сексуальная ориентация. Так. Извините, что побеспокоила. Все уже собрались за столом, ждем только вас. Я не хочу ехать. Я хочу ехать. Может, ты сходишь с мной? Я знаю только вы в этом доме. Окей, давайте. Окей. Антон, мне сегодня нужна твоя помощь. Возьмешь мою машину и съездишь на ней в автосервис. Я уже договорился, чтобы ее посмотрели. Прости, но я не твой шофер, и мне есть чем заняться. Заняться? Интересно, чем он таким занят сутки напролет? Почему я должен оплачивать твои счета и при этом не могу попросить о пустяковой услуге? Ты жалкий нахлебник, поэтому изволь делать то, что я велю. Никита, не надо. Не горячись. Всем сейчас тяжело. Верочка умерла. А я не понимаю, почему вы оба так убиваетесь по поводу ее смерти. Между прочим, Вера моя сестра. А Антон мой брат. Ты забыла, что... Опять вы ссоритесь. Перестаньте. Вы нас извините. У нас очень шумно. Все на нервах. Да у нас все на нервах. Один я, спокойно. Поймите правильно. Никите пришлось опознавать сестру, Веру, в морге. Не забывай. Мне тоже пришлось на нее смотреть. Но я не устраиваю сцен, в отличие от твоего мужа. Перестань. Тебя там не было. Это было ужасно. Она была вся обожжена. А как же вы ее узнали? У Веры была особая примета. Родинка под коленкой, на левой ноге. У трупа была точно такая же. Простите, у меня пропал аппетит. Родинка под коленкой, на левой ноге. Ну как ты? Ты первый человек в этом доме, который спросил меня об этом. Нормально. Как можно себя чувствовать, когда умерла твоя тетка? Не просто тетка, а лучше подруга. Расскажи мне. Ну, она очень красивая была и рисовала хорошо. Знаю. Ну, я видела картины в гостиной, почему-то подумала, что это она их нарисовала, да? Точно. Она вообще особенная была. И я с ней очень дружила. Она здесь с вами жила? И да, и нет. Она влюбилась. Да ну. Да, она мне сказала. Вот поэтому она и дома не так часто бывала. Все больше на нашей старой даче с другом. Вот по дороге с дачи она и разбилась. А ее друг? Не знаю, догадывается ли он о том, что она погибла. Она его ни с кем не знакомила. Даже с тобой? Да, даже со мной. Боялась глазить. Эй, кто-нибудь! Угомоните этого Рихтера! Вот такая у нас дружная семья. Я... Я, пожалуй, лучше пойду. Заеду к вам завтра, если вы не против. Да, конечно. Они с собакой пошли гулять, это точно. Но что-то задерживаются. Задерживаются. Ты еще приедешь? Конечно. Антон! Антон, постой! Антон! Вы меня все достали! Достали! Лучше бы я родился круглым сиротой! Зачем ты придаешь этому значение? А чему мне придавать значение? Я в этих условиях не могу творить, когда твоему жарят, что я нахлебник! Нет! Нет! Я нахлебник! Я! Нет, ты не должен так уезжать! Ты не должен оставлять меня в таком состоянии! Задержи меня! Антон! Подожди! Никита! Никита! Он уехал! Он опять уехал! Почему это происходит всегда со мной? И такая дребедень целый день. Он вернется. Антон любит устраивать спектакли. А эта неделя, это уже четвертый. Ты мог бы быть более сдержан с Антоном. Это все-таки мой брат. Все-таки он живет за мой счет. Еще смеет рот открывать. А кто в этом виноват? Ты давно мог бы взять его в свой бизнес. Он работал и зарабатывал бы деньги. Он тратит больше, чем может заработать. Потому что ничего не умеет. Да ты не дал ему ни одного шанса. Если бы мне принадлежали эти чертовы деньги, я бы ни за что не стала так унижать людей. Думаю, вы бы с братцем дорого дали за то, чтобы я отправился к праотцам. Прекрати пороть чушь. Извините, Никита. Вам принести чаю? А валерьянка у нас есть? У папы и Веры была бабушка. Когда она умерла, она завещала свои богатства, которые умудрилась вывести до революции за границу своим внукам. Получается, теперь, когда Вера умерла, все принадлежит папе. Вот теперь-то Антону и придется не сладко. Раньше Антону деньги на его художество давала Вера. Она считала, что у него талант и не скупилась. А у Антона своих денег нет? Нет. Ни у него, ни у мамы. Они оба зависят от отца. Ага. Ну что, получается, ты у нас богатая невеста. Не в деньгах счастья. Да. Слушай, а далеко отсюда эта дача, где Вера со своим другом встречалась? Может, давай я съезжу, посмотрю вдруг он еще там. Давай я тебе нарисую, здесь недалеко. Значит так, доезжаешь до дороги, потом направо. Лучше тебе, конечно, поймать машину. Господи, вы где были? Что с вами случилось? Ну, сразу не расскажешь. Можно этот парень у нас поживет? Конечно. От тебя помойка пахнет. Из чего бы это? Во-во-во-во. Прихватывай. Поворачивай, поворачивай. Ну-ка, давай, пробуй, пробуй, пробуй. Прихватывай. 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здрасте. Простите, пожалуйста, а вы мне подскажете, как проехать к даче Соловьёвых? Поезжаете прямо? Мама. Как вы видите, дом такой синий. Огромный. Только там, по-моему, никого нет. Так что вы это, вы к дому поезжаете, а вы к соседке. Ключ у неё оставлен. Дом очень опасный. Старенький. Близняшки. Бывает же. Без тебя, украду. Без тебя. Без тебя. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...